Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сливки Общества. На необъятных советских просторах ярко сияла звезда певицы из Прибалтийской республики Лайма Вайкуле. Она завораживала многомиллионную аудиторию колоритным имиджем и самобытным вокалом. Для значительной части поклонников из глубинки СССР она олицетворяла некую загадочную инаковость, ведь происходила из той заграницы, что начиналась сразу за чертой их родного городка или села. Во времена СССР Лайма только пела и загадочно улыбалась, создавая впечатление легкой на подъем позитивной исполнительницы. Но как только рухнул Советский Союз, начала сползать и лицемерная маска Вайкуле. Я терпеть не могла Советский Союз. Она, как оказалось и многие другие из творческой тусовки, лишь держали лицо ради собственной выгоды. Как и некоторые представители так называемой творческой элиты, жила двойной жизнью. На публике расточая словословие режиму, а за кулисами лелеет тщеславные амбиции и презрение к черни. Держалась она долго, вплоть до февральского конфликта. А потом начались вот эти вот высказывания про рабов Аталы. И Лайма тоже не отставала, решив публично вывалить свои подсчеты. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз. Потому что я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Фирма «Мелодия» продавала мою пластинку в 20 миллионов экземпляров. Я получила за это 137 рублей. Вайкуля решила высказаться, что в Советском Союзе к ней отнеслись с недостаточным пиететом. Она была недостаточно облизана государством. Особенно по сравнению с зарубежными коллегами. В видео решил вспомнить ряд фактов из биографии Лаймы, зная которые советский зритель вряд ли захотел видеть ее на концертах и покупать пластинки. Поставьте пока лайк этому ролику и не забудьте подписаться. Впереди много интересного. Свою карьеру будущая кормилица Советского Союза начинала в 80-х в местном варьете Юра Сперли. Ресторан привлекал внимание искушенной публики свободным доступом к раскрепощенным девушкам из кардебалета с не очень высокой социальной ответственностью. А некоторых девочек гости себе даже заказывали. Выглядело это так. Выбегали фривольно одетые девочки, которые поворачивались к публике задом, показывали голые попы, в которых просто ниточка была. Публика просто валялась в шоке. Вот там была Лайма в Айкуле. За закрытыми дверями ресторана, где начинала молодая Лайма, происходили очень пикантные истории. И многие хорошо знали девушек из варьеты с разных сторон. Тут важно сказать, что певица отрицает, что оказывала какие-либо интимные услуги. Только танцевала в варьеты, но и это уже много говорит о ее моральной составляющей. Молодость у Лаймы была бурной. Некоторое время назад она призналась, что страдала от наркотической зависимости. Это было юношеское время, когда хотелось все и сразу. Тогда я еще не была в шоу-бизнесе. Я только отошла от маминой юбки и стала подвержена влиянию улицы. К счастью, у меня не развилась сильная зависимость. Сочувствую тем ребятам, которые так и не смогли избавиться от нее. И в копилку к предыдущим двум фактам была у Вайкули еще и история с абортами, на которой она ходила как за хлебом. Очень уж хотелось построить карьеру на эстраде. Судьба распорядилась так, что Лайма Вайкули не смогла познать главное предназначение женщины – материнство. Дважды в юношеские годы она по собственной воле лишалась возможности стать матерью. Эгоистичные устремления начинающей артистки брали верх над основными инстинктами. Карьера затмевала все остальное, включая ответственность за зарождающуюся жизнь. Даже когда Вайкули связала себя узами любви с Андреем Латковским, пара сознательно отринула мысли о продолжении рода. Сценический успех представлялся им важнее семейного счастья. Но роковая ошибка была допущена. Они решили отложить материнство на потом. А это потом так и не наступило. Судьба больно покарала Лайму за пренебрежение главным женским даром. Вскоре после того, как все попытки завести ребенка оказались тщетными, у певицы был обнаружен рак. Пережитая трагедия окончательно отняла у нее возможность стать матерью. Теперь Вайкули остается только безутешно оплакивать упущенный шанс, напрасно загубленный в порыве молодости и самонадеянности. Нехорошая картина вырисовывается. Фривольная танцовщица Варьете, которая баловалась запрещенными веществами и делала аборты, на старости лет вздумала учить людей жизни. Лайма заделалась праведницей, которая считает себя творческой элитой, а бывший ее российский зритель, ничего не понимающий глупые плебеи. Ох, не зря от нее отвернулись коллеги по сцене. Ох, не зря. Вайкули же с легкостью, без оглядки, предает друзей, с которыми дружила много лет. Например, Игорь Крутой считает Лайму предательницей, и у него есть на это веские причины. Яблоком раздора стал фестиваль «Новая волна». Он был одним из самых известных музыкальных конкурсов постсоветского пространства. Организовали его Крутой вместе с советским и латвийским композитором Раймондом Паулсом, а Алла Пугачева добровольно приняла на себя обязанности музы, которая награждала какого-либо приглянувшегося ей исполнителя. Конкурс был международным, в нем участвовали не только представители республик бывшего СССР, но и музыканты из дальнего зарубежья, а победителями становились участники, например, из Индонезии, США и Кубы. Долгие годы «Новая волна» в латвийской Юрмале была праздником музыки и единения культур. Но идиллия была разрушена в 2014 году событиями на Украине. Новые киевские власти начали составлять черные списки российских деятелей культуры в отместку за позицию Москвы. Прибалтийские страны, ставшие заложниками антироссийской истерии, поспешили присоединиться к травле. Буквально накануне новой волны латвийские власти нанесли оскорбительный удар, запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, приглашенным для участия в конкурсе. Попытки организаторов решить конфликт мирным путем разбились о каменное упрямство латвийского МИДа, наотрез отказавшегося пересматривать свое решение. Потому с 2015 года фестиваль стали проводить в городе Сочи. А что же Лайма? Как говорится, свято место пусто не бывает. Лайма решила сделать свой фестиваль в Юрмале. А как же многолетняя дружба? Профессиональная солидарность? Вайкуле, наверное, и слов таких не знает. При этом она продолжала ездить в Россию на заработки. Показателен еще один случай. Однажды Лев Лещенко пригласил выступить Лайму на концерт для ветеранов в Наро Фоминске. Каково же было его удивление, когда она просто не явилась на мероприятие, хотя ее песни были заявлены в программе. В тот день на концерте пели Лещенко, Газманов, Пресняковы, Буйнов, Винокур. Пели бесплатно и от души. Позднее Лайма сообщила, что просто не смогла доехать в Наро Фоминск из-за пробок. Ну да. А вот люди из ее окружения сообщили иное. Лайма никогда не выступает бесплатно, даже для ветеранов. В прошлом году Лещенко ездил на отдых в Израиль, остановился исполнитель в доме у родственников. Визит такого артиста в Израиль вряд ли может остаться незамеченным, особенно среди артистов, находящихся также там. Подруга, коллега по сцене в Айкуле, которая находилась там уже более недели, дающая концерты по стране, решила повидаться со своим другом Лещенко. Узнав адрес, направилась к нему. Однако каково было ее удивление, когда певец ее не то чтобы не стал пускать на порог, так даже не стал ее слушать, а лишь по домофону сказал, нам с тобой не о чем разговаривать, давай разворачивайся и уезжай. Вообще, как ты посмела приехать ко мне, когда я даже не в своем доме остаюсь, заявил Лев Валерианович. Лайма так и не поняла глубину своей двуличности, не поняла, как неприятно находиться с ней рядом даже ее старым друзьям, после всего того, что она активно вываливает в публичное пространство. Что интересно, Лайма уже два года нелицеприятно высказывается в адрес россиян, с концертами не приезжает, но готова исполнять свои песни в России на частных мероприятиях вроде свадеб и корпоративов. Готова исполнять за 30 тысяч евро, в рублях это 3 миллиона. Вот сколько стоит Лайма, такова цена стула, на которой она готова переметнуться, стоит только пошуршать бумажками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова